Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос Екатерины. Итак, мы начали встречаться с мужчиной, все изначально было хорошо. Но смотрите, если вы говорите про то, что вы начали встречаться с мужчиной, то наверное у того, что вы начали встречаться, были какие-то основания, да? То есть был какой-то фундамент, некие такие общие моменты, которые позволили вам, собственно говоря, сблизиться. Важно понять, в том числе и для того, чтобы ответить на ваши вопросы, что между вами было общего, было и есть общего. Что вас объединяло? На что была направлена ваша симпатия поначалу? Если на гендерное поведение, это одно. Если на личностное, социальное, профессиональное поведение, творческое, это совсем другое. Но в зависимости от этого можно уже будет говорить о том, как долго человек приходит к сознанию своей потери. Кстати говоря, сам этот вопрос, как долго человек приходит к сознанию своей потери, он на самом деле с довольно большим подвохом Екатерины, потому что, понимаете, ощущать как потерю выбор человека, выйти из отношений, уйти, мягко говоря, свидетельствует о внутренних конфликтах того, кто так ощущает, и о перекладывании ответственности за то, по поводу чего наблюдается чувство потери, на того, кто ушел. То есть это в какой-то степени зависимые отношения. И если, Екатерина, вы чувствуете потерю, или если вы хотите, чтобы мужчина почувствовал потерю в вашем лице, то я бы здесь поднял вопрос о зависимости. Независимы ли вы в отношениях, не строите ли вы в зависимые отношениях, нет ли у вас любовной зависимости, например. Ну, дальше. Так, все отначально было хорошо, пишите вы. Ну, и что такое хорошо, не совсем понятно, что вы имеете в виду. Говорят, что все было хорошо. Хорошо, это оценка, ну, то, что все было хорошо, это оценка, это ваша оценка. Независимы понятны, как мужчина, вообще-то говоря, к этому относятся, как мужчина. Мужина, вообще-то говоря, это все воспринимает, вот. Ну, например, считал ли он сам, что, что все хорошо, или это чисто ваше, пока вот, ну, интерпретация того, что между вами было. Вот. Это очень важный момент, на который нужно обратиться. Внимание. Как вам еще правило. На этом основе, на этой основе вы устраиваете отношения. Дальше. Какой-то конкретики в отношениях не было, и поэтому каждый вел какую-то жизнь. Какой-то конкретики в отношениях не было, и поэтому каждый вел какую-то жизнь. Ну, вы знаете, я, наверное, мог бы, вот, я, наверное, сам мог бы сделать вывод из того, что вы, вот, написали. А, только, пожалуйста, о том, что вам отношения нужны для конкретики. То есть, ну, для чего-то вам нужны отношения. Понимаете? Какая штука. Ну, наверное, идея здесь в том, чтобы как-то, вот, спросить себя, а зачем мне конкретика в отношения? Для чего она лично меня нужна? Я, ну, я, что, я не могу, например, на себя положить, что мне конкретика нужна. Я не доверяю себе, что мне конкретика, ну, что мне конкретика нужна. Вот. То есть, это, ну, вот это, такие вот, на мой взгляд, достаточно важные вопросы, на которые вам необходимо ответить. Ну, над которыми, точнее, вам нужно подумать. Вот. Потому что это важно. Вот. И уже, так-то, вот, после этого думать, куда и в каком направлении вам двигаться дальше. Там, куда и как. Так. Вот. Дальше. Каждый вел какую-то жизнь. Ну, опять же, здесь у меня остается впечатление, что вам, вот, как будто не хватает своей жизни для того, чтобы чувствовать себя, ну, полноценно, чувствовать себя комфортно и так далее. Так, опять же, я в этом не уверен. Это, главным образом, мои предположения. Вот. Ну, а я думаю, что мне подвидится это так, по крайней мере. Да. Что значит какую-то жизнь. Ну, указывает вас, твоя жизнь. И вы же предполагаете, что эта жизнь должна измениться. Ну, почему, с какой стати, не очень понятно. Однажды, он залез в мой телефон без пресса, там была переписка с МШ. Ну, а, понимаете, здесь такой нюанс. Мне слабо верится, очень слабо верится, что человек никак не подавал какие-то вот признаки жизни своих черт характера, которые в итоге привели к тому, что он залез в ваш телефон. он залез в ваш телефон. Вот. Понимаете? Какая штука. То есть, мне вот кажется, что вы здесь как-то вот, скорее всего, ну, не хотели вымещать, может быть, не хотели вымещать, не хотели видеть тех моментов, которые означали быть ловаться. Ну, тот факт, что человек, ну, не совсем, там, к примеру, вам, ну, допустим, подходит. Да? Вот. Это, конечно, очень важная история. Здесь очень важный момент. Здесь и на него нужно обратиться. Обратиться. Внимание. Вот. Да. Дальше. Так. Одна была пропитка с МЧ, я ему писал, что он не мое, что больше не писал мне. Ну, вы знаете, хотелось бы, конечно, как вы выстраиваете отношения с людьми, в том числе с мужчинами, это может быть, если он не умеет. У них есть, а, ну, это, что-то, 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 что-то не хит, как они верят, что-то, что-то, что-то не может быть. ими. Что-то может быть. Вот, мне кажется, что это совершенно не случайная теория. Мне кажется, что это совершенно, совершенно такая, как бы сказать, это совершенно закономерно, то, что вы чувствуете, то, к чему вы приходите. Ну и, соответственно, опять же, может быть, здесь есть проблематика личной границы. То есть, что не можете вы выстроить твои личные границы. Таким образом, да, вот, что, ну и чтобы мужчина понимал бы сразу, что с вами ничего не будет. Вот. Может быть, вы сами не уверены были в том, что вам подходит тот мужчина, с которым вы встречает, соответственно, вы сами в какой-то степени сомневались. Ну, здесь опять же нужно смотреть. Следующее. Так, вот в этом случае надо спрашивать, встречаясь с кем-то. Ну, то есть мы можем говорить про доверие. В какой-то степени, вот. Ах, значит. Можно говорить о том, что мужчина подалком доверия. Вот. Для него доверие не успел как-то вот развиться. И либо изначально вот он не рассчитывал. С вами на серьезное отношение. Вот. Такое, в принципе, тоже вполне, к сожалению, может быть. Вот. И так далее. И так далее. А вот. И так далее. В общем, конечно. Итак, значит, я ответил нет, так оно и было, здесь вы как будто не уверены в том, что ответила. Потом он начал пропадать, говорим, что он в командировках постоянно занят, на работе занимал. То есть мужчина нашел от вас, получается отдаляться, вот. Данный аспект он осматривает в двух возможных контекстах, да. Первый контекст это, когда человек просто получает, грубо говоря, подтверждение, значит, того, что с вами нельзя построить целевые отношения, вот. И, соответственно, выходит из них постепенно, но при этом все равно сохраняя к вам какое-то отношение и какие-то чувства. С другой стороны, его доверием оказывается подорван. То есть тут опять же не совсем понятен контекст ваших отношений. Я пытался с ним поговорить, чтобы понять, что произошло, потому что я услышал его и перестал общаться с кем-либо, направив всю энергию на него. Здесь мы начали зачем-то угодить, а человеку здесь мы начали зачем-то, зачем-то, зачем-то стараться ему угодить. Вот это, конечно, далеко не лучшая история, потому что так вы свою ценность очень сильно, я бы сказал, моментально понизили. И здесь встает вопрос о сверхмотивации вашей. И, соответственно, там, когда вы думаете, что, может быть, что-то, 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 что-то не так, что-то. Здесь у вас иметь нуждобат, то есть вам хочется быть в отношениях. Вот, ладно, ладно, только в том, для чего вы обходите подробности, вот, для этого, чтобы что вам быть в отношениях, вот, чего вы, ну, хотите, это достаточно, достаточно важный, на мой взгляд, момент, ну, здесь для вас. То есть, что вам двигает, когда вы пытаетесь удержаться или удержать с другим отношениями? Это очень важная история. Потому что сейчас очень похоже на то, что вам важно оставаться в отношениях, для вас важнее оставаться в отношениях больше, чем там человек. Вот. Вот. Дальше. Ну, дальше я начал вас обоценивать, я приняла решение дистанцироваться от молодого человека, я не понимаю в этом моменте, почему, если решил рвать, зачем приезжать и продолжать общаться. Ну, вот здесь, на мой взгляд, кратко проявляется то, что вы не можете полагаться на себя. Здесь проявляется кратко то, что вы, ну, вам нужна определенность. Вот. Здесь как раз таких проявляется то, что вы себе вот, ну, себе не доверяете. Вот. 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 Вопрос, конечно, заключается в том, да, чем это связано. В чем связано то, что вы себе не доверяете. Вот. 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 Примерно. Такой момент. Тут вы пытаетесь понять человека, но не пытаетесь понять себя. Вот. А понимает себя, может, ну, в данном случае, в случае. Ключевый момент, такэто очень важно себя, Veterans Vaer quotidien. Очень важно вауироваться Julian! Очень важно вауしゃ довольно себя понимать, очень важно понимать, что вы чувствуете и что вам нужна. Вот. А вы, судя по тому, что описывает, вы этого не делаете. Дальше, так, я за ним бегал и писал, а зачем, может ли сейчас дистанцирование вернуть его внимание через какое-то такое мнение, ну, если только вы ей предпочитаете выставить отношения на основе манипулирования и игры в нагонялки, то да. Как долго человек приходит к изменениям потери человека в своей жизни? Ну, опять же, здесь вы говорите про некую зависимость. Мужчина тридцатный, двадцать пять. А когда раз по заплату тридцатный, я с кем-то. Есть ощущение, что человек вам ждет? Вот. Есть такое ощущение, что мужчина вам ждет. Вот. Ну, есть, есть, есть вот такое чувство, что мужчина вам ждет за то, что вот вы, да, себя так повели, к примеру. Ну, мне, мне, в целом, видится, что у вас есть, ну, есть вот элемент такой, насчет, ну, созависимости. Вот. Есть такой мега-мега-элемент. Дальше. Значит, мужчине тридцатный, двадцать пять. Достаточно большая разница в возрасте. То есть, одиннадцать лет есть. Вероятно, с того, что вы видите меня в кого-то еще, кроме мужчины. И мужчину, и за счет, ну, вы пытаетесь какие-то вот свои проблемы решить, что не является чем-то хорошим для вас. Вот. Вот. Значит, это вот такая история. То есть, тут нужно, опять же, посмотреть то, насколько вы аутентично воспринимаете человека. Вот. То есть, насколько вы воспринимаете его исключительно как мужчину, а не, там, ну, воспринимаете его как-либо еще, например. Вот. Вот. Это очень, а, важный момент, на, который вам нужно разобрать. Это очень, очень важно, разобрать. Вот. Ну, вот. На этом все. Эмм. Я. Надеюсь. Эмм. Что. Помог вам. Эм. Я. Желаю вам. Эм. Всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что вам ситуация будет разрешена самым лучшим для вас образом. Э. Удачи. О. Продолжение следует...